Семена для выращивания рассады И потом посеять их пророчными Что нам нужно? Это нужно первое Где-то я использую вот такие баночки Либо из-под мороженого Либо из-под каких-то пищевых продуктов Либо вот такие вот подложки Чтобы они были примерно глубиной 3-4 сантиметра Вот эта была поглубже, я ее обрезал Вот до 4 сантиметров глубиной Почему именно примерно я использую такую глубину? Я считаю, что корни слишком будут стремиться вглубь И будет расти один центральный длинный корень А мне нужно, чтобы очень здорово развивались боковые мелкие корешки Вот И второй вариант Это гораздо легче потом извлечь мои бутсеянцы Для того, чтобы их покерало Мельче Вот, у нас как бы уже будет мало земли Для развития нормальной тоже корневой системы Будут также слабые синицы Что мы делаем? То есть мы У меня есть вот земля субстрат Я вот купил пакетик вот такой Томаты Но Это не принципиально То есть я в другие годы покупал и другую землю Вот Она в пакете довольно-таки-то сухая То есть нам надо ее увлажнить Естественно Что я делаю? Каким образом? Чтобы не переувлажнить И чтобы достаточно было Так определенное количество лаги Для начала я Буквально чуть-чуть на дно Наливаю водички Буквально чуть-чуть Чтобы покрыть только Чуть-чуть покрыть дно И Накладываю Земли так Чтобы до верхней кромки Остался где-то один сантиметр Вот Вот я Сейчас это сделаю быстренько Нашу почту Предварительно немножечко Конечно Руками все размельчить Какие-то Крупные Корешки Поскольку Обычно Земля, которая продается И грунт, который продается В магазинах Он делает с исторфу И присутствует очень много Таких палочек Комочков Которые можно руками Предварительно Размельчить Вот так вот Примерно Это будет Достаточное Количество Вот здесь Дополнительно руками Делаю это Я простой столовой ложкой Немножко утрамбовываем Землю Вот Выравниваем еще Немножечко Немножечко Буквально Слегка Легонечко Утрамбовываем И чтобы Верхний слой Доуложнить На которых У нас будут Лизать Именно семена Это я Доуложняю Уже распылителем Растым То есть Если я буду поливать То конечно Она не Равномерна Доуложняю Распылителем Все Влажности Я теперь считаю Что довольно Достаточно Конечно Это делается Все примерно На глазочек То есть Точно Сказать Все зависит От того Какая почта Она бывает Более влажной Более сухая Вот Это вы уже Тоже поймете Теперь нам Надо вот В эту бабачку Примерно Посадить По схеме 2 на 2 сантиметра Семена Чтобы это было Легче сделать Я просто Вот он Картой Рисую Так называемые Как бы Полосочки Квадратики Вот делим Эту зону Вот так вот Делаем Такую Сеточку Вот Вот мы Сделали Сеточку Теперь Она у нас Здесь Видна То есть Если повнимательнее Посмотрите У нас Здесь Как бы Такая Сеточка Есть И сюда У нас Уже Очень Просто Вот У нас Приготовлены Семена Которые Мы Собрали В том Году Заготовили Их Осталось Как раз Вот только Мне Чисто Посадить Остальные Все У нас Очень Здорово Ушили То есть Люди Заказывали С удовольствием Семена Именно Моего Сорта И вот Теперь Пересечение Этих Сеточки Мы Просто Ложим По одному Семечку Вот Делать Цветочек Просто Просто Руками И у нас Где-то В этой Подложке Будет Порядка 20 Семен Расположено Все Сейчас Это Быстренько Мы Так Вот И они Примерно Конечно Я не Вот Уж Очень Здорово Ровно 2 на 2 Сантиметра Я Просто Говорю Примерную Схему Чтобы Потом Они Не так Переплетались Корнями Хотя Все равно Произойдет Немножко И Достаточно Легче И будет Уже Потом Текировать Чаще Сажать То есть Они будут Переплетаться Более Большое Расстояние Как бы Делать Это Надо Больше Соответственно Грунта Больше Это И Я не Думаю Что Когда Слишком Свободно Они Растут Мне Кажется Они Тоже Начинают Более Тянуться И Более Будь Жидким Все У нас Мы Семечки Разложили Теперь Что нам Остают Сверху Присыпать Где-то Примерно От Пол Сантиметра До Сантиметра Грунтом Уже Не Увлажненным Именно Сухим Грунтом Присыпаем Опять Следим Чтобы Всякие Такие Остаточки У нас Не Заслонялись Наши Семена Все Быстренько Присыпаем Лет Дмитра И так Присыпали Ровно И что Сделаем Тоже Уплотняем Для чего Мы уплотняем Верхний слой Для того когда будут прорастать у нас наши семена чтобы у нас очень легко выходили они листочки из как бы семенной шелухи а то если мы не уплотним это так называемое прикатывание происходит когда в сельском хозяйстве очень часто когда сеют мелкие травы и так далее обязательно почву прикатывать специальными барлами мы это сделаем просто ложкой и при этом еще влага будет стремиться возникать так называемые капиллярные у нас такие моменты это вы знаете когда при засухе и влага будет стремиться вверх тем не менее пропитывать наши семена очень тут очень много факторов для того чтобы надо обязательно уплотнить но не не то что утрамбовать а именно слегка уплотнить все у нас можно сказать мы посели дальше мы просто эту подложку убираем с лопановой карпетки не зарязываем ее и ставим в теплое место все пассив у нас закончим остальное естественно опаси уже без съемок и где-то я думаю что через неделю максимум 10 дней у нас должны появиться всходы вот причем довольно дружно и мы будем уже показывать как что делать после того как появились входы следующее нам надо замочить смену это тоже делать очень просто то есть мы берем подложку берем хлопчатобумажную тряпочку и вот у нас примерно нужное нам количество семян которые мне надо в этом сезоне это такое же количество которые я посею сухим способом то есть это как я говорю у меня всегда идет перестраховку если ни один способ то есть сухим методом у меня не получились что-то мало ли что бывает то есть потому что когда мы выращиваем рассаду то есть у нас как бы другого второго шанса не будет если у нас первого раза что-то не получилось то лучше всегда перестраховаться пойду с другого шанса у нас уже не будет по времени то есть мы конечно можем еще раз спасите так далее но время будет упущено то есть мы вот лет как увлажняем накрываем смотрим если слабо увлажнено тоже еще немножечко буквально она должна быть просто пряпочка просто мокрой все тоже самое подложку убираем целлофановый пакет семена у нас замочены я не использую никакой марганцовки никакой специальной чего-то единственное что воду которую я использую это вода талая то есть она снеговая талая вода все остальное ничего не применяется не протравливается семена не используется марганцовка не знаю то есть мне достаточно таких способов для того чтобы ежегодно у меня все равно все сходило это вы увидите буквально через неделю дней десять спасибо до свидания будем встречаться все